всем привет продолжаем гулять по моему маленькому городку петербургу вот хотел бы я познакомить вас немножко с описанием дома по улице белинского дом 11 пользуюсь данными сайта сити волос так архитекторы лишневский сан львович родился еврейской семье закончил детскую рисовальную школу в одессе с отличием и автоматически был зачислен императорской академии художеств 1888 году окончил курс 1892 году влияние на него оказал известный архитектор борис гершович с ним он работал во время учебы 20 раз измени а 21 переделы вот главный принцип по которому пришлось учил лишь несколько не только строить но и жить кстати 1894 году лишневский принял православие и так этот шестиэтажный дом доходный 1912-1913 годах построил один из петербургских колбасных королей германский подданный альфред федорович шмюкинг конечно автором проекта был лишневский о которой я говорил ранее 1904 году по некоторым данным здесь находилась нотариальная контора принадлежащую человеку по фамилии блюминау так вот германский подданный шмюкинг владел участком с 1911 по 1914 год дом был оснащен лифтами центральным отоплением квартиры были обеспечены горячей водой на первом этаже находился магазин домовладельца где он продавал колбасные изделия а также контора и столовая рабочая подвале домовладелец поместил колбасное производство цеха коптильню а также склады где в бочках хранилась готовая продукция колбасы продавались тут же тут же в этом же доме в магазине на первом этаже руководство процесса осуществлялось и расположены в доме конторы ну и конечно шлюминг не забывал и о рабочих специально для них была оборудована столовая вот такие дела были и так тоже здесь жил на первом этаже проживал артист императорских театров брагин артист театральный деятель который содержал клуб на втором этаже он служил в александринском театре художе на мастерскую седьмого этажа снимал художник савилий зейденберг зайденберг заеденберг к сожалению не знаю где ставится ударение на этой фамилии савелий моисеевич известный русский художник педагог первое художественное образование получил в киевской рисовальной школе затем поступил в 1882 году петербургский университет записался вольно слушателем в академии художеств и уже в 1895 году зайденберг перешел в действительные студенты академии художеств закончил успешную учебу с 1883 года участвовал в академических выставках за свои достижения было отмечено медалями в 1884 две серебряные медали в 1866 вторая и первая серебряная а вот 1890 году вторая золотая за картину апостол петр исцеляет хромого достоин звания классного художника исторической живописи первой темени во многих участвовал выставках я не буду перечислять савелий моисеевич преподавал собственной художественной студии школа живописи и рисования был учредителем общества имени куинжи среди учеников были аненков акимов шагал и другие художник работал и жил в санкт-петербурге и умер 1942 году и в общем возможно в этом доме были будущие знаменитые художники которые я перечислил говоря о фабриканте о колбасном магнате шмюкинге он 1914 году продал дом ну по всей видимости это было связано с начавшейся войной с германией ну и как мы знаем я тут много читал в интернете в общем отношения к немцам было не очень мягко выражаясь хорошее поэтому он видимо продал этот дом в 1992 году на фасаде установлена мраморная табличка памятная доска автора сахина с надписью в этом доме с 1922 по 1167 год жил и работал замечательный русский художник владимир васильевич лебедев мастер живописи рисунка и детской книги тоже интересная судьба у человека родился не механика окончил петровское коммерческое училище первичное художественное образование получил в частной студии титова в 1909 году учился в частной художественной школе перенштейна преподавал в петроградских государственных свободных художественных учебных мастерских составил обществе союза молодежи четыре искусства были такие общества принимал участие в выставках 17 по 1918 года работал как политический карикатурист сотрудничал с сатирическим журналом сатирикон новый сатирикон создал множество политических карикатур на большевиков кстати 1919 1920 годах вместе с владимир иванович козлинским это российский советский художник карикатурист иллюстратор сценограф и педагог автор книги художник и театр работал над серией плакатов петроградские окна роста для российского телеграфного агентства такой человек кстати по данным справочника союза кинематографистов российской федерации здесь живет сценарист и режиссер об доте смирного супруга господина чубайса в дальнейшем здесь было переплетные отели комбината труд пром переплетные отели нобелинского 11 так она называлась это из списка абонентов лгтс ну вот собственно говоря и все что мне удалось посмотреть по этому дому в интернете на сайте city walls белинского 11 доходный дом альфреда федоровича шлюмкинга колбасного короля кого называли но все всем пока все привет это был дом 11 по улице билинский пока пока